здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наш проект в котором наши земляки находящиеся за рубежом рассказывают нам о ситуации с коронавирусом в своей стране недавно мы показали интервью с мигиром и чиром это китай и сурганин киеве монголия мой взгляд это очень интересное интервью и сегодня у нас на связи испания наша землячка саглара хардсхаева которая с удовольствием откликнулась на просьбу рассказать о коронавирусе в испании встречайте она уже у нас на прямой линии на связи рассказать дорогие друзья очень огромная просьба поскольку мы стараемся делать эту передачу для вас чтобы вам было интересно это узнать пожалуйста ставите лайки нажимаете на колокольчик пишите комментарии нам очень приятно их смотреть нам очень приятно их читать и как дорогие друзья саглара хардсхаева приветствую саглара здравствуйте здравствуйте саглара вот мы начали цикл таких передач где наши земляки рассказывают о земляки находящиеся за рубежом рассказывают нам о ситуации с коронавирусом на своей стране естественно они это делают как бы глава глазами обывателя вот я бы хотел бы я знаю вы находитесь по ним как бы мы сами определились переговоры проводили и хотел бы чтобы вы также рассказали нам ситуация с коронавирусом своей стране поскольку да мы видели из интернета из официальных и также неофициально связь массовой информации о том что испания одна из подверженных стран коронавируса где много людей пострадала и если смотреть на сегодня статистику официальным да вот международный сайт по коронавирусу то на сегодня испания идет на втором месте по заражению пока пока количество зараженных ну вам слова я думаю вы будете больше говорить поскольку вы же рассказываете по ситуации своей стране чего мы хотели начать хорошо спасибо вам большое во первых спасибо большое что вы обратились во вторых спасибо большое за то что вы мне предоставляете свободу слов говорить то что мне хотелось бы сказать да сначала мне хотелось бы предупредить что то что я буду говорить и может быть кому кому-то не совсем может быть понравится может быть это где-то будет расходиться с общепринятой с общепринятым скажем так положением вещей второе что мне хотелось бы сказать что просто перед перед в предыдущем видео меня обвиняли в косноязычи косноязычи это неумение выразить свою мысль мысль свою я выражать могу просто у меня в голове три языка испанский английский и русский и русские как вы понимаете он стоит не на первом месте в ежедневном общении поэтому мне немножечко приходится скажем так фильтровать слова сколько вы находитесь в испании уже я в испании живу уже 20 лет это понятно я это понятно я думаю наши зрители подписчики сильно на это внимание обращать не будут и наоборот это как бы показывает то что вы уже 20 лет живете я думаю что это естественно прошу вас не обращайте на это внимание я думаю что это надо вот точка зрения моя это можно на ситуацию ну немножечко с наглядным примером точка зрения на ситуацию она может быть вот такой да то есть мы можем посмотреть на ситуацию с этой стороны а есть другая точка зрения где мы может перевернуть и посмотреть на нее с точки с точки зрения совсем другое мы видим то что было спрятано раньше то есть это как бы мы раскрываем подарок который нам принесла ситуация я попробую раскрыть ситуацию с этой пандемии в мире с другой точки зрения через приму за призму скажем так ситуации в испании совершенно верно в испании ну вот как вы сказали вторая по количеству заболевать заболеваний в мире логическое может быть объяснение тому есть потому что италия испания не в принципе по темпераменту по характеру они достаточно похожи поэтому когда вся эта история с вирусом началась точно так же но я смогу просто смотрю реакцию в россии какая люди не верят да то есть в не вирус не то что он такой скажем так злостный так быстро распространяющий так влияющий даже с смертельными исходами на человека но дело в том что в испании ну и в принципе наверное в италии они не верили пока им скажем так не стукнуло по голове количество смертей и распространение эпидемии в одной отдельно взятой стране потом уже когда начались все эти тревожные сигналы что количество заболеваемых растет что он распространяется достаточно легко то есть это контакт как воздушный контакт воздушно-капельным путем да и тогда они уже действительно всерьез уже заботились тем чтобы изолировать людей друг от друга поначалу изоляция тоже происходила достаточно сложно то есть по интернету много ходило видео как испанцы там итальянцы развлекаются один из видео пускали я не знаю увидели с динозавром переоделся в динозавра и ходил по улице остановили полицей да 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 то есть записали в одном из испанских городов как один молодой человек переоделся в костюм динозавра и вышел на улицу то есть люди принимали это достаточно с юмором скажем так и единственный способ которым нашли ну по крайней мере с моей точки зрения то есть с одной стороны конечно же гражданская сознательность то есть когда они уже поняли что это на самом деле все более серьезно чем они это думали другая мера это штрафы то есть сейчас штрафы за то что выходишь просто так на улицу без какой-то уважительной причины выходишь на улицу тебя штрафуют и штрафы от 600 евро и выше то есть если по карману от 600 евро и выше от 600 евро и выше да я не знаю на самом деле ну то есть на моих глазах вот под моим балконом там я как-то услышала шум полицейская машина выглянула и там два мужчины шли и уже когда полицейская машина уехала я говорю что оштрафовали они говорят мы в магазин шли то есть я не знаю на самом деле они в магазин шли или просто так прогуляться но факт в том что действительно штрафы сейчас конечно уже со штрафами тоже недавно в прессе я прочитала что адвокаты то есть люди уже начинают возмущаться потому что штрафы они начинают превышать свои полномочия в полиции и штрафы уже направо налево ну то есть как бы даже за то что не считается нарушением ну скажем так то есть есть закон который запрещает какие-то действия при чрезвычайных ситуациях но те действия которые не запрещены они по идее разрешены правильно но так как вот допустим при чрезвычайной ситуации сложившейся на улицу выходить без уважительной причины нельзя то есть улица это место скажем так общественное то же самое общественное место считается тот же самый дворик правильно ну то вот здесь при при домах есть такие внутренние дворики или терраски скажем так вот просто недавний случай я читала ты выходишь на эту террасу мало ли там повесить белье или что-то это самое то есть это тоже общественное место выходить на эту терраску в этот внутренний дворик запрета нет но это вот по здравому размышлению по идее туда ну лучше не выходить потому что все-таки это тоже общественное место и там можешь я не знаю встретить кого-то или что-то такое но дело в том что штрафуют даже людей которые допустим выходят в этот дворик они не имеют права то есть это уже не подлежит штрафу вот такие действия но такие действия полиция со стороны полиции совершается ну я примерно привела чтобы поняли то есть я понимаю и так что на сегодня государство то есть в лице полиции да контрольные органы очень сильно реагируют на выходы на улицу да то есть людей конкретно заставляют сидеть дома всяческими способами даже путем нарушения вот этих законов о котором вы сказали ну нарушение закон нарушение я не называю это нарушение якобы якобы то есть под этот закон загоняет другие случаи которые могут казаться закон да потом это все обжалуется через адвокатов и адвокаты конечно уже которые больше знают как бы ориентируется во всех этих тонкостях закона они говорят что тот или другой штраф они как бы не являются не являются то есть являются противоправными скажем так то есть это незаконные штрафы с одной стороны с другой стороны вот тоже тут в сетях ходят уже шутки что даже выходишь на улицу и чувствуешь себя как будто ты не в магазин пошел а за наркотиками и на самом деле есть такой такой страх когда выходишь и думаешь блин я иду в магазин я ничего не хочу я не гуляю я иду в магазин запасаешься там я не знаю сумками тележками или чем чтобы только чтобы то есть вывод такой что государство так зашугало население что население вроде бы там простой выход на улицу там в магазин или там собачкой погулять уже человек допускает все мысли что он совершает правонарушение то есть да есть и это работа государства такая пропаганда вот этого да и подтверждается действием полиции ну я не знаю насколько это пропаганда государства но дело в том что ну как сказать когда не может найти ну государство или человек или кто не может найти серединную точку когда ни много ни мало вот точно вот необходимое тогда начинаются перекосы или с полного бардака то есть когда все возможно как это было в самом начале или наоборот очень сильно закручивают гайки и получается вот такой вот перекос уже в другую сторону когда ты себя чувствуешь только выйдя на улицу вы чувствуете себя вообще уже преступником как вы встретили сами вот как вы встретили новость что вы делали что делали испанцы что там закупали ли они гречку туалетную бумагу и тому подобное как вы встретили вот да об этом расскажите гречку не закупали потому что у нас гречка большой дефицит на вес золота да совершенно верно то есть новость о вирусе я встретила я отмечала свой день рождения на ибице и получилось так что буквально я влетела в закрывающуюся дверь то есть я была на ибице когда вернулась с ибицы буквально на следующий день начали закрывать аэропорта начали отменять все рейсы начали закрывать все эти магазины так простите у меня тут телефон почему-то гаснет начали закрывать все магазины я когда прилетела с ибицы и тут начался уже да слушал будем закрывать то есть все это отменяется переходим на чрезвычайный режим я пошла думаю так нужно сделать ремонт кстати я сейчас занимаюсь ремонтом так что простите за весь этот антураж я пошла в магазин чтобы купить ну краски там кисти пришла я кстати вешала где-то в инстаграме в сториз то есть то что творит творилось тогда в супермаркетах люди ездили с огромными огромными тележками я не знаю почему вот это вот паника действительно с туалетной бумагой чихнет один У вас тоже люди закупали туалетную бумагу? У нас тоже люди закупали туалетную бумагу. Я не знаю, почему такой ажиотаж вокруг туалетной бумаги. Ну ладно, когда я начала бегать в поисках краски, я увидела, что все эти отделы, которые продают стройматериалы, которые продают сопутствующие товары, они были все перекрыты ленточками. Оставались открытыми только продуктовые отделы. И тогда я уже начала потихонечку понимать, что действительно нас всех начинают уже все закрывать, изолировать. И в принципе так и получилось. То есть у меня, как это сказать, удача мне все-таки улыбнулась. Я все-таки в последний момент зашла в один супермаркет и все-таки ухватила краску, чему я сейчас несказанно рада. И буквально за мной захлопнулись эти двери и закрыли все эти отделы. То есть сейчас не работают никакие магазины, за исключением продуктовых. Продуктовых тут, что называется, локуторию. Локутория это как... Не колл-центр. Переговорный пункт. То есть переговорные пункты работают, работают супермаркеты, то есть магазины продуктовые, работают аптеки. То есть все, город встал. Даже сейчас можно на видеокамерах наружного наблюдения посмотреть Мадрид, пустой Мадрид, совершенно пустой, абсолютно пустой. Я думаю, что мы живем вообще в такое шикарное время. Вот где, в какое время, по-моему, с самого начала рождения этого города, он никогда не был таким пустым. А мы сейчас все можем наблюдать. То есть вот такие вот, когда вещи начинаешь осознавать, и начинаешь думать, блин, мы же на самом деле живем вообще в совершенно... Никакая тут даже... Любая фантастика, научная фантастика, или какая-то фантастическая фантастика, она же рядом не стояла с тем, что сейчас происходит на Земле. Поэтому мне, например, нравится, с одной стороны, жить в такой обстановке, когда думаешь, блин... Но при этом самое главное быть здоровым. Ну, конечно, при этом самое главное быть здоровым. Потом, дальше, что я хотела сказать вообще про вирус. Почему Италия и Испания? Ну, я не знаю, как в других странах. Может быть, куда туда севернее у них более... Я вообще заметила, по крайней мере, по Европе, что чем севернее страна, тем люди как-то упорядоченнее, да? И они вот как бы... Дересцеплинирование. Дересцеплинирование, да. А больше на юг люди, особенно у нас в Андалуси, на юге Испании, они... Им бы все фьесты, фламенко и вот такое зажигать. И что я заметила, что я только в Испании видела такое количество поглощаемых пилюль, таблеток. То есть у меня свекровь была, она уже была такая женщина в возрасте, я напила таблетки вот пригоршнями от бессонницы, от депрессии, от давления, от головной боли, от, я не знаю, все-все-все, то есть таблетки глотались вот буквально пригоршнями. И да, есть... То есть волшебная пилюля, вера в волшебную пилюлю. То есть вы хотите сказать, что испанцы любят болеть? Или любят лечиться? Они не... Они, скорее всего, любят лечиться. Я имею в виду, что когда сказала, что таблетки глотают пригоршнями, я имею в виду, что, во-первых, это своеобразная лень. То есть ты проглотил таблетку, тебе ничего делать не надо, таблетка делает свое дело. А с другой стороны, когда ты глотаешь таблетку, тогда иммунитет подавляется, и организм уже становится не в состоянии справляться с болезнью, в том числе и с вирусом. Поэтому на такой ослабленный организм, как у них, ослаблены всеми этими антибиотиками, всеми этими таблетками, вирус ложится прямо просто как на мягкую перину. Понимаете? То есть у них слабый иммунитет. Да. Получается, что ослаблен. Да. Если мы сравним с Монголией, нам говорили мясо, шолюн, мука, и люди работают, надеются на себя, то здесь люди, грубо говоря, кайфуют, отдыхают, собой не занимаются, надеются на таблетки, и в связи с этим такой большой показатель зараженных и, соответственно, смертей. Вы делаете такой вывод? Не совсем. Давайте не будем мешать котлет с мухами. То есть наслаждаться жизнью не отменялось. Кайфовать не отменялось. Но кайфовать и наслаждаться нужно еще и... Ну, это называется... Я называю это работа над собой. То есть работа над собой, мысли, не мыслить негативно, заниматься спортом тем же самым, элементарно. Я это имею в виду. Да. То есть кайфовать надо, потому что без кайфа, ну, тогда зачем жить? Но и в то же время нужно заниматься. То есть нужно заниматься... Что такое духовное вообще развитие? Это развитие общее, это развитие то, что ты ментал, это развитие поддержания храма твоей души, чтобы душа жила в благоприятных, в красивом месте, что есть твое тело. То есть за телом нужно ухаживать. То есть это целый комплекс мер, когда ты... Вот это вот называется в гармонии. Когда ты в гармонию приводишь свое физическое тело, свое ментальное тело, ну и там еще сколько у нас тел? 7-9 как минимум. Для всех в Испании это актуально. Все этим занимаются. Ну, чем занимаются? Гладят таблетки или физически? Нет, нет. Ходят, ищут гармонии. Ну, как сказать? Это запад. Как ни крути, это запад. Я не говорю, что они этим... Они этим начали заниматься. Но с очень таким западным оттенком. Они начали заниматься. Сейчас я смотрю, я занимаюсь спортом уже... Ну, начала, по крайней мере, регулярно заниматься очень давно. И с каждым годом, с каждым разом все больше и больше наблюдают спортсмены. То есть бегуны на велосипеде ездят. Они занимаются всякими восточными, этими дыхательными гимнастиками энергетическими. То есть все больше и больше народ начинает поворачиваться в сторону уже действительно работы над собой. Не только работы сидеть в медитациях, но и работы, скажем так, над своим физическим телом. А те люди, которые этим не занимаются, они, естественно, поддерживают, так сказать, фармакологическую индустрию и поглощают эти таблетки при горшне. То есть, с одной стороны... И тем самым ослабляет свой иммунтир. И таких... Кого больше, кто занимается этим и кто ослабляет свой иммунтир? Кого больше в Испании? Ну, я не могу... Ну, как обыватель. Мы же говорим глазами обывателя. На мой взгляд, больше людей, которые все-таки предпочитают, вернее, верят в силу волшебной таблетки. Даже смотря на молодежь, почему вот здесь очень тоже наряду с... То есть есть какая-то часть, которая занимается спортом, а есть часть молодежи даже, которая просто гашишем тут укуривается. Тут он не запрещен, но как бы и не разрешен. То есть какая-то вот такая вот у них серая позиция. Идешь по улице, то есть травой пахнет тут практически на каждом углу. То есть опять таблетки мы заменили чем? Травой. Потому что трава дает временное послабление организму, и тогда мозг уже начинает как бы... Ослабляет хватку, и тогда получается какой-то тип наслаждения, да, скажем так. Тот же самый наслаждение, и то же самые творческие какие-то идеи, и тот же самый эффект можно достичь путем работы над собой. То есть держать свои мысли в чистоте и так далее, и так далее. Но это же процесс. Это же требует... То есть здесь усилия требуются. и время. Люди просто это заменяют. Они заменяют таблетки, таблетки, таблетками здорового образа жизни, а другие здоровый образ мышления заменяют просто травой. То есть идет та же самая под ним. Спасибо, Семена. Очень. Вот это очень интересно. Вот у меня, я смотрел в интернете такую статью, видел, да, читал, о том, что Испания... В Испании всего один цех по производству масок защитных, да, вот этих масок. И поскольку там очень сильно развита туристическая индустрия, да, мы знаем, очень сильно развита, еще там очень много притягивает футбольные матчи, потому что там Риал, Барселона, очень сильная Ла-Ла Лига, и очень много туристов. И из-за этого производство, ткацкие фабрики, швейные фабрики, они, их в Испании, как правило, нету, и они находятся там в странах среднеазиатских, третьего мира, и прям так было написано в интернете. Какая ситуация с масками была? Какая ситуация была со средствами защиты, с теми же санитайзерами, да? Вот скажите нам, пожалуйста. С масками сначала был тоже напряг очень сильный. Но тут владелец Зары, Inditex, Аманси Ортега, он пожертвовал, пожертвовал стране, я сейчас не помню, ну сколько миллионов евро на закупку медицинского оборудования и масок. Тут одна часть, конечно, возмущалась тем, что вот он такой сякой эксплуатирует тех же самых в Индонезии бедных, ну а с другой стороны какая-то работа, то есть он им тоже дает работу, с другой стороны он помогает вам же, то есть вам же, вашему же, своему же населению Испании он помогает теми же самыми масками. Потом, да, был период, вот буквально, я не знаю, недели две, две с половиной, наверное, по Мадриду тут кликнули клич, у кого есть ткань, у кого есть нитки, у кого есть резинки, пожертвуйте, потому что нам катастрофически не хватает масок. Ну, то есть... Секунду, секунду, кто этот клич кинем? Государство? Администрация, администрация города, да, то есть из администрации города поступило такое обращение к жителям, что у кого есть швейные машинки, у кого есть, давайте шить, то есть давайте объединяться и как бы шить маски. Я звонила, у меня поковырялось, так как я иногда швея, я нашла кое-что, кое-какой материал и позвонила в администрацию города. В администрации города мне сказали, что они со мной свяжутся, но я потом уже нашла других девочек, которые этим занимаются, и я им все это передала, потому что у меня сейчас нету возможности сидеть и все это шить. Было, да, что нехватка, то есть размер, размер, ну, я называю это эпидемия, потому что это в отдельно взятой стране. Размер эпидемии достиг уже такой, по крайней мере, в Мадриде, такой, такого масштаба, что тут открыли, есть и выставочный павильон, огромнейший, и сейчас его переоборудовали во временный госпиталь. То есть это огромная площадь, где стоят кровати на расстоянии, я не знаю, там, 5 метров, да, и вот эти кровати заняты больными. Дальше, там работают врачи, там работают волонтеры, и тоже есть видео, циркулируя где-то в интернете, что им не хватало, по крайней мере, до недавних пор, им не хватало халатов, им не хватало масок, им не хватало бахил, перчаток, то есть всего этого им не хватало, и показывали даже фотографии людей, которые мусорные пакеты заматывали скотчем, и вот в мусорных пакетах вот так ходили, потому что это огромная концентрация вот этого, скажем так, вирусного пространства, в котором они должны были постоянно работать. Но я так думаю, что сейчас дело наладилось с масками, и по крайней мере на данный момент, потому что вот буквально дня три назад я выходила в город, хотела тоже сделать фотографию, но так как здесь полицейских нельзя фотографировать, у меня оно не получилось. Полицейские стояли на выходе из городской электрички, ну как это, городская электричка, и они раздавали всем выходящим, они раздавали маски. То есть из чего я смогла... Ну где, да, что-то... В метро. Из чего я сделала, что... То есть маски на сегодня государство раздает бесплатно? То есть полицейские? Ну по крайней мере, я видела, да, что они стояли возле выхода из этой станции, и раздавали маски всем. Вы сами откуда маски берете? Ага! А это тоже еще одно чудо жизни, потому что когда я готовилась к ремонту, я его задумала уже пару месяцев назад, я случайно набрала в магазине на маски за 80 копеек, пачка была, 10 масок я купила, и вот получается у меня карантин для ремонта, ремонт для карантина. За 80 копеек... За копеек центов, центов. 80 центов. Да. А вот вы сейчас тоже интересную вещь такую сказали, что вы отдали материалы, ткани, другим девочкам, которые этим занимаются. То есть я так понял, что в Мадриде тоже есть определенные волонтерские организации, там люди сами друг другу шьют, помогают. Или это все как на коммерческой основе для продажи? Как это все будет? Нет, это не коммерческое, это все благотворительное. Это все, все, все благотворительное. Девочки, допустим, которые они россиянки, ну, не знаю, россиянки нет, русскоговорящие, они откликнулись на просьбу администрации города, быстренько организовались, и теперь те, у кого есть машинки, те, у кого есть, то есть мы собрали все необходимое, вот девочки, которые здесь живут, ряда, оказывается, одна из них была моей соседкой, это беженцы из Украины. Они живут во временном, как это сказать, ну, это как, типа, как лагерь для беженцев, что ли. И у них там есть машинка и много свободного времени, поэтому у них сейчас есть материал, они занимаются тем, что шьют маски. Это все, 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 это на благотворительной основе. То есть я тут, по крайней мере, я тут не видела коммерческого, чтобы кто-то делал коммерческое, что-то, какие-то свои маски продавал. Я видела только благотворительные. А вот какая ситуация с этими сопрыскивателями, санитайзерами, ну, чтобы руки обрабатывать, обрабатывать? Ну, с пола, конечно, сметают сразу все эти дезинфицирующие средства. Момент, который мне нравится очень здесь, по крайней мере, в Мадриде у нас, что когда ты заходишь в супермаркет, там на входе стоят стойки с гелем дезинфицирующим, с салфетками и с перчатками одноразово. То есть ты подходишь, прежде чем зайти, ты обрабатываешь руки, надеваешь, вернее, их этими салфетками, надеваешь перчатки и уже в этих перчатках ты проходишь в магазин. То есть они тебе предоставляют все это сами. Свои маски? Да? Не-не, маски они не стоят. А маски? А, да, маска своя. А маска своя. Но тут нету такого, что обязательно. То есть я видела людей, которые без маски ходят и их как бы никто ничего не останавливает. Полицейские не реагируют на это? Нет. Ну, то есть, я так думаю, что люди понимают, что с масками дефициты не всем получается. Недавно тоже я видела где-то в интернете фотографию из какой-то аптеки, где маски продавали за 10 евро. Одна штучка. Уже продаются маски за 10 евро. Я, по крайней мере, видела эту возмущенную фотографию, вернее, фотографию с одним из возмущенных комментариев к этой фотографии, что куда вообще мы котимся 10 евро за маску. 10 евро это 800 рублей, да? Ну, получается, что да. У нас есть маски здесь за 1000. Ну, для нас 10 евро за маску это много. Да, не только для нас. Мне кажется, сшить сейчас маску это проще простого. Даже, простите, из мужских этих боксеров. Ну, да. И женских бюстгалтеров можно делать. И женские бюстгалтеры. Такие приколы были в интернете. Саглара, вот у нас, вот я говорю про Элисту, про Калмыкию, у нас, ну, это, наверное, менталитет такой российского населения, калмыцкого населения. У нас люди стали сами помогать друг другу. Кто-то там объявляет сбор денег для того, чтобы помочь медикам. Кто-то подвозит, кто-то волонтерам дает, тем же врачам дает, приносят, готовят еду, относят, обеспечивают медучреждение, кормят волонтеров. Но люди друг другу помогают, и я смотрю, как бы, это очень хорошее, хороший показатель того, что люди показывают свою человечность друг другу. У нас вот такое. Как в Испании народ сплотился ли на этом фоне, или как было, так и осталось? Изменилось ли отношение людей друг к другу в данном случае? Я не говорю здесь про государство, я говорю здесь чисто про социум обычных людей-раждан. У нас в большинстве случаев большинство людей вот так вот. Мое мнение такое, можно сказать такое, что люди другу помогают. Ну, можно там есть кто-то это делает для пиара, но это я думаю, что основная масса помогает. Очень много случаев люди там действительно хорошая помощь друг другу организовывают волонтерские движения и помогают. И некоторые большинство хотят остаться неизвестными, чтобы никто там не говорил про них. Как в Испании с вами, как в Мадриде с вами. Ну, естественно, что скажем так, общая беда объединяет. Конечно, конечно. Я это очень сильно почувствовала, когда вот это волонтерское движение, то есть помогали друг другу все. То есть когда мне нужно было переправить этот материал в это буквально отсюда три километра, то есть это мой нормальный маршрут бега. Я не могла это сделать, то есть я звонила в полицию, я звонила в администрацию, я звонила в людей и относились с пониманием, но правда они говорили, что мы пока не можем делать. Потом я нашла батюшку, батюшку здесь местный в Мадриде, церкви ортодоксальной, то есть русская церковь. Я ему позвонила, он говорит, да, у меня есть разрешение на передвижение, без проблем, я завтра заеду. То есть это было настолько, я вот настолько почувствовала действительно вот это объединение людей, когда мы друг другу все помогаем, когда мы все как бы, ну, мы все в общей лодке, грубо говоря, да, и вот в тот день я действительно прониклась вот этим духом, скажем так, людей, человечества, то есть мы все одно. насчет еды, это не Россия, здесь очень строго относятся к вообще, скажем так, к пищевой промышленности, к еде, тут очень строгие нормы, поэтому тут невозможно без специального разрешения, без специальной справки, тут ты не можешь просто приготовить на твоей кухне и пойти отдать врачу. То есть люди бы, может быть, так и делали, но это просто запрещено законом, поэтому здесь больше помогают, ну, если не вот такими вот делами, то тут больше помогают морально, может быть, да, то есть они пытаются, вот сколько в интернете видео таких, что когда люди выходят на балкон и начинают, там, я не знаю, петь, играть в морской бой, то есть какой-то вот все-таки дух какой-то такой вот сплочения на самом деле присутствует с одной стороны, ну, а с другой стороны люди, когда выйдешь на улицу и они все-таки ходят серьезные, это не время для шуток, это, конечно, немножечко... Много ли людей на улицу ходят сейчас? Ну, нет, конечно, то есть, скажем так, люди есть, но в такие вот, то есть люди есть в часы, когда, допустим, перед обедом им нужно пойти закупить продукты, тогда да, тогда тут очереди, они соблюдают вот эту норму, метр друг от друга выстраиваются, тут могут быть вообще километровые очереди, а есть такие часы, когда все-таки испанцы, они остаются испанцами, у них часы, обеденный час, допустим, он остается тот же самый, и когда в эти обеденные часы или в воскресенье, например, выходишь на улицу, я тоже в сторис, в инстаграме с вами вешала, центральные улицы, вот центральные улицы района, где я живу, она обычно перегружена машинами в любой день, в любой день, в любой час, а тут полностью пустая улица, ни машин, ни людей, это как вау, и да, людей намного, вообще без сравнения, людей практически, с тем, что обычно здесь есть количество людей, здесь людей нет. А вот я когда готовился к инстаграму, я увидел то, что перед, когда объявили вот первый начало карантина у вас в Испании, люди были просто на расслабоне, ходили, гуляли, то есть никто к этому серьезно так не отнесся. когда вот, когда именно при наличии там скольких, какого количества смертей народ стал сидеть дома? я не могу сказать точное количество прямо смертей, да, с самого начала было, конечно, такое бесшабашное отношение ко всему, люди не верили, тоже было очень много скептиков, скептиков, потом начали выходить цифры, начали выходить цифры, начали выходить уже обращения самих врачей или медперсонала, сидите дома, потому что вот такая такая ситуация, и они говорили прямо изнутри, потом уже, когда начали поступать официальные видео, то, что я сказала, когда открыли в павильоне оборудовали они огромный выставочный павильон под временный госпиталь, тогда уже люди начали задумываться, то есть потом начали сыпаться, что тысяча смертей, я не знаю сколько еще, тогда уже люди начали действительно задумываться, начали уже друг к другу говорить, что посмотри, имей вообще совесть, сиди дома, хватит шляться уже, и вообще начните уже все это воспринимать, то есть когда начали уже смертельных случаев начали уже доходить до такой критической отметки, тогда люди похватили, что да, действительно. по времени до сколько было, неделя-две месяц, через сколько народ понял и реально стал сидеть? не знаю, неделя может быть через две после начала, неделя может быть через две, я сама тоже особо как-то, самое главное тут конечно в панику не впадать, то есть иметь все это в виду, там предохраняться, предохранять тоже на всякий случай, а я ходила в самом начале, я ходила в медпункт и говорю, как провериться вообще, может быть я на сити? Они говорят, температура есть? Чеши домой, на улице болтаться, прям меня чуть не палками из этого медпункта выгнали, и потом уже начали доходить случаи, есть одна знакомая, она говорит, у нее 11 знакомых уже все отправились в мир иной, есть вот вчера буквально разговаривала с одной из, то есть другой знакомой, она говорит, что у нее две подруги болеют, то есть у них обнаружили положительный результат, да, но они вы, сейчас уже они пошли на поправку, то есть на всякий случай, конечно, не на всякий случай, они сидят на карантине, но их состояние уже намного лучше, то есть это как бы, ну если уже совсем, я так думаю, заброшенный, то есть организм совсем уже как бы не справляется или там человек не хочет противостоять ему сам, тогда он забирает, но если человек, то есть какое-то сопротивление все-таки оказывает и соблюдает меры, там предосторожность соблюдает все это самое, то в принципе это вылечивается, кстати, недавно тоже была статья, что две бабушки, им уже под 100 лет, и они из резиденции для пожилых людей вылечились, одна одной вообще сто лет было, вот ее изолировали, она месяц пробыла с этими со всеми, правда говорят, у нее такие легкие были симптомы, но тем не менее, у нее был коронавирус подтвержденный, и вот она вылечилась, ее на всякий случай, конечно, держат еще в карантине, но факт в том, что она излечилась, то есть как бы, я так думаю, что здесь все зависит очень много от силы твоего, вот как ни крути, все возвращается на круги своя, то есть сила мысли. Понятно, Саглара, вот такой вот вопрос, ты говоришь, что сейчас по примерам из новостей про бабушку, можно ли доверять официальным средствам массовой информации? Это официальные, это официальные источники, я неофициальные, то есть очень сильно фильтрую, поэтому то, что я сейчас показала... Можно ли им доверять, можно ли доверять официально средствам массовой информации, может быть все намного хуже, может это быть специально придуманная история, чтобы подбодрить людей, например? Я не думаю, в этом плане испанцы у них нет такой, ну по крайней мере ярко выраженной как в России манипулирования или что-то вот такое вот прям совсем извращенной формы нету такого. Есть, конечно, манипуляции, есть, конечно, но не так. Тут если что-то правительство шаг вправо, шаг влево что-то не нравится, тут достаточно сильная реакция от самого населения. Поэтому правительство старается держаться все-таки какой-то дипломатией в этом случае. Понял. Общественный транспорт работает, да, ты сказала? Общественный транспорт, да, его станом стало, конечно, меньше, но все-таки он работает. То есть, а, вот, кстати, недавно, буквально, по-моему, на этой неделе уже начали разрешать людям, допустим, частным предпринимателям, которые, ну, сейчас не скажу в каких прямо отраслях, но частным предпринимателям уже разрешили выходить на работу. То есть некоторым частным предпринимателям разрешили выходить на работу тех, кто связан со строительством. Разрешили, то есть потихонечку уже начинают давать разрешение, чтобы люди возвращались уже к активности. Я видел в интернете это есть, что немножко ослабили меры, ограничивающие меры в условиях карантина. Давайте поговорим про государство. какие меры поддержки тем же предпринимателям, населению оказывает государство? О, хорошо вопрос. Никаких. то есть бизнес задыхается, быстрее хочет выйти на работу. Ну, выйдешь я, например, связана с туристом, с туризмом, очень тесно. И тут выходи, не выходи, туристы где? Туристов нет. Поэтому приходится сосать лапу. То есть никаких мер поддержки государство не оказывает? Пока что никаких вообще. Ну, по крайней мере, то, что я пытаюсь следить за этой информацией, я пытаюсь, но пока что на данный момент я еще не видела, чтобы они какие-то меры в поддержку. Может быть, где-то недавно смотрела по ренте. Где-то заморозили, где-то, но тоже это вопрос такой очень расплывчатый. то есть нет. Нет. Так что россияне, вы можете не возмущаться, вы не одни в своей беде. Вот в Соединенных Штатах Трамп сказал, что по 1200 по 1000 долларов на жёстлого человека, на жёстлого члена семьи 500 баксов для детей. Такое есть в Испании? В Германии 5000 выдают индивидуальным предпринимателям. в Испании нету такого. То есть в Испании тоже нет? Нет, в Испании, ну, во-первых, надо сказать, южная страна, тут тоже своих хитрецов много, и я думаю, что, я не знаю, может быть, туда дальше они будут рассматривать такие-то вопросы, но на данный момент пока что, по крайней мере, я, а по подобных видах помощи я ещё не тоже. Очень хотелось тоже. Кстати, я посмотрела два ваших предыдущих интервью с земляками из Китая, из Монголии, и мне есть что сказать. Ну, в Испании, допустим, вот я посмотрела, в Китае у них очень всё строго контролируется это всё. Это вот к вопросу о том, какой контроль устанавливается здесь за праздно шатающимися на улицах. У нас нету такой чипизации, то есть кодов нам никто не выдаёт, это всё делается на, во-первых, гражданской осознанности, а с другой стороны штрафы. Про Монголию. Про Монголию вообще я хочу сказать, что меня это наполнило прямо такой гордости, потому что я не единожды слышала, что Монголию организацию вот этого изоляции в Монголии ставят в пример, это не единожды, это в испанских средствах массовой информации, я об этом читала, и ещё откуда-то из Америки один из блогеров тоже поставил, то есть в Америке об этом тоже говорят, то есть чёткую и слаженную организацию монгольского государства, то есть монгольского общества вот в условиях вот такой вот катастрофы, да, ну да, скажем, катастрофы, то есть они организовались чётко, слаженно, они, всё это у них было, ну то есть как бы очень оперативно, чётко, слаженно, что и всё, то есть никто не возмущался, никто не колобродил, никто, они всё чётко раз, раз, делали, и по-моему в Монголии самый низкий процент заболеваемости, самый низкий процент смертности, вот именно из-за вот этой чёткой слаженности организованности, и я когда вот это всё прочитала, для меня это, конечно, было... У них нету своей заболеваемости, это всё привезённое, и смертей у них нету, они там вылечиваются быстро. вот это всё благодаря вот этой организации, то есть они всё чётенько всё это сделали, организовались, изолировались, всё, у них нету, то есть я когда это всё услышала, для меня это, конечно, была гордость, это мы, Монгол, очень приятно, что вы нас смотрите, очень приятно. Насколько массово развито волонтёрское движение? Насколько массово развито, ну, я же уже говорила, что тут зависит достаточно строго, тут без соответствующей лицензии ты не имеешь права делать ничего, даже волонтёры. Есть, да, есть, то есть зовут, даже это не столько волонтёрское, я недавно видела предложение на работу, где они в госпитале, то есть требовались там санитары, уборщики, ну, вот такое вот, да, я посмотрела зарплату, то есть не волонтёрское, ты можешь пойти попроститься волонтёрам, есть такие движения, но без соответствующей лицензии волонтёре здесь сложно тоже, и волонтёрскую, допустим, в Красный Крест, да, куда-то, там тоже какие-то нужно соответствующие иметь бумажки или соответствующие соответствующие. То есть абы кого не берут туда? Абы кого здесь с этим достаточно строго, ну, по крайней мере, насколько я об этом осведомлено. Потому что я пыталась как-то, ну, ещё до вируса, я пыталась как-то устроиться даже волонтёром в одну из таких благотворительных организаций, там очень сильная конкуренция. Почему? Потому что вот все эти благотворительные организации, они получают помощь от Евросоюза. А помощь от Евросоюза, она достаточно такая, консидерабливая. То есть волонтёрам там платят деньги? Нет, 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 я не говорю, что платят деньги, я говорю, что благотворительные фонды, благотворительные организации, которые, допустим, тут занимаются, ну, скажем так, с беженцами, да, допустим, то есть это всё идёт через Евросоюз. Евросоюз выдаёт таким благотворительным организациям выдаёт средства для поддержания. И пробиться вот туда, вот в такой вот, по крайней мере, мой опыт показал, что это не так-то уж и просто. То есть даже волонтёрам туда пойти на благотворительной основе не так просто. Согласитесь ли вы, вот с моим выводом, да, вот как житель Испании, как жители Мадрида, о том, что государство не справилось с пандемией у вас именно. Учитывая такое количество заражённых, такое количество смертей. Оно не было готово к этому. Лучше вот, что Испания не была готова, не подготовилась должным образом к такой инфекции. катастрофам. Я думаю, что готово оно не было. Но я думаю, что они вставляются. Вставлю я вот. Просто если учитывать то, что с декабря это всё уже полыхало в Китае, я думаю, руководители государства должны были обеспокоиться сразу этим. По-любому из Китая это зараза распространилось по всему миру. Что, как это и получилось. Но так же, как у нас и в России, даже у нас в Калмыкии, никто должным образом не подготовился, не обратил внимания вовремя. Есть в русском пословице такая, знал бы, где упадёшь, соломку бы подстелил. Кто знал, что эта вся пандемия разрастётся до таких масштабов? Это раз. Два, кто вообще знал, что оно будет, существует, и кто, пока люди не споткнулись, они не спохватили. Поэтому, но я думаю, что испанцы достаточно хорошо справляются. Потому что вот ещё один факт, тоже недавно прочитала, и тоже официальный источник, одна из центральных испанских газет. Закрыли, то есть открыли, помимо временных госпиталей, открыли тоже временные морги. Так вот, два из этих временных морга уже закрыли в близлежащих городах к Мадриду. То есть, это о чём говорит? О том, что потихонечку это всё, то есть, они начинают справляться. Единственное, что нужно нам сидеть в этой изоляции по клеткам, скажем так, для того, чтобы опять не вспыхнула ещё одна волна. Когда у вас объявили карантин? Начало этого движения? Начало 16 марта сначала нам продлили до какого-то там апреля, потом нам продлили до конца апреля, а сейчас примерно поговаривают, что нам это всё дело закроют до 11 мая. Я тоже уверен, что будет подливаться. Ну, тут самое главное не допустить новой волны. Вот это всё. Я не могу сказать, что государство не справляется. Всё-таки, кстати, мне здесь очень нравится тоже, что люди, вот то, что мы говорили, да, про поддержку, тут поддержка моральная. То есть, в 8 часов я иногда хочу возмутиться, но они без 2 минут 8, как часы, выходят на балконы и начинают хлопать, свистеть, там, улюлюкать. Всё это стало в поддержку именно врачей. То есть, моральная поддержка идёт врачам, которые действительно, несмотря на, ну, скажем так, находятся сейчас на первой линии фронта. И вот это вот тоже, вот эта солидарность, когда люди выходят, я не всегда могу выйти с этими, со своими кистями, с красками, но когда у меня выдаётся момент, я тоже выхожу, хлопаю, и тоже, как бы, выражаю поддержку, солидарность. Это вы выходите на балконы? на балконы? Не, 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 на балконы. А, и вы хлопаете, шумите, по-другому. Да, 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 да. Какие вы эмоции ощущаете в этот момент, когда вы поддерживаете Россию? Ну, вот, какая эмоция? Эмоция вот этой солидарности, мурашки по коже, когда ты думаешь, вау, мы, мы действительно вот одно, одно целое, и когда видишь, что люди, то есть, хоть как-то, хоть каким-то образом стараются поддержать других людей, несмотря ни на что, это, конечно, тоже как бы вдохновляет, это дает силы, силы, как это по-испански, продолжать, силы держаться, то есть, это же моральная поддержка, это же тоже достаточно такой мощный инструмент, один из самых мощных, один из важных и мощных, да, которые, да, держат на плаву, и в этом случае держат на плаву действительно вот этих медиков, которые подвергают подписку. Даглана, спасибо вам, вообще очень круто, что бы вы хотели бы еще для наших подписчиков сказать? Самое важное, это не поддаваться панике, то есть, это как бы должна быть холодная, ну, скажем так, осведомленность, да, но осведомленность безэмоциональная, то есть, в панику впадать не надо совершенно. Мне здесь хочется привести пример моей бабушки, она была врачом и в ссылке работала, то есть, врачей был большой дефицит, как можно понять, да, и она работала в соседней деревне, туда, я не знаю, пару километров пешком нужно было ходить, и как раз вспыхнула волна эпидемии ТИФа, в этой деревне возник ТИФ, и она ходила, ну, у нее была помощница, медсестра, и она одна ходила в эту деревню, и одна эту деревню спасла ТИФа, то есть, я когда начала, я когда, во-первых, услышала, потом проанализировала, и все это тоже могу рассказать с точки зрения своего личного опыта, что ей дало не, то есть ТИФ, это тоже такая заразная болезнь, да? Ну, по тем временам, тем более, да, что ей дало продержаться, не заразиться, выстоять, это то, что она даже в мыслях не допускала, что она может, может заразиться, то есть, сначала первый заслон, это у нас ментальный, то есть, то, что говорят, все начинается с мозгов, да? Во-вторых, она знала, что на ней держится, ну, грубо говоря, держится здоровье всей этой деревни, поэтому она должна была выстоять, то есть, эмоции там, ну, врачи вообще, так сказать, вот в этом случае отсутствуют всякие эмоции, то есть, эмоционировать нельзя ни в коем случае, самое худшее, что можно сейчас делать, это впасть в панику, паника, это прямые ворота к любому вирусу, как бы странно это ни звучало, то есть, осведомленность, да, то есть, где-то что-то, принимать меры предосторожности, маски, там, мыть руки, дезинфицироваться, это да, но в панику, то есть, лучше всего поддерживать позитивный, позитивный, и думать, что все будет, все обойдется, как в той притче про Соломона, где он кольцо поворачивал, и это все пройдет, впадать в панику не надо. Второй, второй тоже момент, который мне бы хотелось, мне кажется, это один из самых ключевых моментов вообще происходящего, происходящих событий в настоящее время, это то, что вирус, допустим, есть такое понятие психосоматика, то есть, как говорят, все болезни от мозгов, психосоматика, она изучает психологические причины возникновения болезней. Мне недавно понравилось, что есть два взгляда, есть человек болен, и у человека есть болезни, у человека есть болезни, это внешний, то есть, болезнь, она пришла извне. Человек болен, это значит, болезнь пришла изнутри, это тоже совершенно то, что мы говорили, разные фокусы на одно и то же. Когда человек болен, значит, мы можем работать с причиной, причиной-то мы. В чем, если мы посмотрим на природу возникновения вируса, вирус, что в первую очередь поражает, что легкий, что такое легкий, легкий – это воздух. Что такое воздух? Мы можем прожить без еды, Мы можем прожить без еды, мы можем прожить без сна какое-то время, ну достаточно, скажем так, продолжительное, но без воздуха мы не можем прожить вообще, ну максимум сколько нормальный человек может прожить без воздуха, то есть 2 минуты, 2 минуты и то 2 минуты, если кто-то протянет, то есть потом уже начинают отключаться мозги, начинают отключаться, то есть воздух нам необходим как ничто в этой жизни. И когда вирус, мы смотрим на природу этого вируса, он поражает легкие, легкие это воздух, воздух это что такое? Вот есть выражение в русском языке дышать полной грудью, дышать полной грудью это жить, жить полной грудью, то что я обратила твое внимание на то, что радоваться, надо радоваться, надо жить, то есть этот ключевой момент сейчас, мир поворачивается в сторону, не то, что ты бежал как белка в колесе, да, то есть наше предыдущее, теперь больше поворачивая взгляд на себя, смотри, что ты хочешь сделать, какую пользу ты можешь принести через себя, то есть ты радуй себя, а потом, когда твоя радость уже будет переполнять, когда ты радостный, ты будешь радовать тоже и привносить счастье в окружающий тебя мир. Не нужно куда-то там замахиваться на всемирный масштаб или что, достаточно того, что ты счастлив. И вот это счастье ты будешь распространять вокруг себя и таким образом мы будем исцелять уже все наше общество, то есть все начинается с самих нас. И вот это, мне кажется, это ключевая вообще, ключевой момент, то, что хочет нам сказать возникновение вот этого вируса в мире. Посмотрите, давайте дышать полно, давайте жить полно, давайте наслаждаться этой жизнью, потому что без радости и без счастья сложно прожить. Тогда зачем жить? Мне не нравится концепт вот этот, его неправильно трактует в буддизме, сострадание или страдание. Колесо страдания, да. Так поверните колесо в другую сторону. Сострадание на благочестие. Сострадание поверните на радость. Только колесо повернуть. Кстати, об этом я, это моя любимая тема, это мой любимый конёк. Я об этом рассказываю, создала свой проект «Алтунзам», называется «Золотой путь». Так что кому-то, если будет интересно, я сейчас, вот сейчас момент, ремонт, у меня ремонт, у меня вообще реновация моей жизни. Я сейчас структурирую мой проект. И я очень хочу, кстати, мне очень понравилось определение любви. То есть любовь, это не когда мне, 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 мне нужно, да. А когда одним из основных вопросов в любви, это что я могу сделать, чтобы ты был счастлив. Вот, вот основной концепт. Когда я могу тебе сделать счастье, это же ни с чем не сравнимое. Когда ты видишь человека, с которым ты живёшь, общаешься, любишь, ты делаешь ему счастье, и он счастлив, и ты тоже наполняешься этим счастьем. Мне кажется, вот это, не мне кажется, а мир поворачивается в эту сторону. Счастье и любовь. Через себя. Спасибо вам, потому что ещё раз, что вы это назвали. Хорошо, я вас благодарю ещё раз за то, что вы меня пригласили, за то, что вы дали мне высказаться, за то, что я видела интерес в ваших глазах, особенно к последним словам. И очень надеюсь, что, но пасаран, но пасаран это как, не пройдёт, вирус не пройдёт. Мы сильные, смелые, и все эти приключения нас только укрепят. Поэтому я всем желаю счастья, здоровья, мира, благополучия и всех других благостных благ. Спасибо. Отлично, спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»